Привет! Ты находишься на канале Территория Татуировки. Меня зовут Павел, и сегодняшняя рубрика это долгожданный тату-разбор татуировок, который ты отправляешь мне. И я хочу поздравить тебя с тем, что на канале Территория Татуировки 10 тысяч подписчиков, а значит, что этот разбор будет очень большой, и туда войдут все работы, которые мы еще не успели разобрать, даже с прошлого года огромное количество фоток вы нам присылаете. Олеся Шумаева, привет! Первые работы твои. Начнем обязательно с тебя. Спасибо за твою хорошую активность. Начинаем с танка. Начинаем с танка. Перекрытие, которое ты выполняла. Итак, перекрытие чего-то. Перекрытие, в принципе, это реальные фотографии. Как я уже говорю не в первый раз, они плохие. В очередной раз говорю, учитесь хорошо фотографировать на нейтральном фоне, и больше на этом, думаю, сегодня ставляться не будет. На что следует обратить внимание практически всем, кто высылает нам фотографии? На качество ваших снимков. Это первое. Ну ладно, возвращаемся к твоему перекрытию. Первое, что ты сделала, это танк. Танк получился довольно неплохой, и далее разрушенные здания у нас идут. В чем минус? Это то, что танк у тебя с этими зданиями сливается в одну кашу. Тем более, что у нас есть так, здесь так идет перекрытие. Как сделать так, чтобы у тебя ничего не сливалось? Ну, то, что на заднем плане, нужно сделать намного светлее, чем непосредственно сам танк. И в реальной жизни, да, действительно, у нас один объект заходит на другой. Но в татуировке, чтобы работа у нас получалась более выразительная, вот эти вот здания можно плавненько свести на нет к цвету кожи, и потом уже появляется танк. Ну, грубо говоря, в данной работе между танком и зданием у нас должна быть какая-то аура или такой мифический туман. Как это должно выглядеть? Возьмите 5000 купюру и посмотрите, как там выделяются елки. Один комментатор мне на ютубе написал, а что у тебя за какая-то аура у елок? Это же не реализм. Аура рядом с елочками сделана не просто так, а чтобы они выделялись. Вот про эту ауру я и говорю, чтобы у нас ничего в одну кашу не сливалось. Опять же, насмотренность решает. Это можно увидеть на многих работах профессиональных тату-мастеров. Далее ты добавляешь в эту работу медведя. Мы его прикрепляем. Первый минус, он также сливается с танком. Танк ты сделала небезупречно. Но, если честно, медведя ты сделала отвратительно и ужасно. Это не сильно плохо, потому что это, опять же, твой опыт, и в следующий раз надо будет делать... Ой, блядь, сейчас подожди, сформулирую. В общем, танк ты сделала небезупречно, но, в принципе, это нормально. С каждым разом твои работы будут все лучше и лучше и лучше. Но после этого ты подрисовываешь к этому танку медведя. Какой минус? Во-первых, они также уже сливаются, танк с медведем, в одну кашу. И это все накладывается на перекрытие. Во-вторых, медведь это сделала, ну, мягко говоря, небезупречно. Это зрители сами могут посмотреть. Если честно, в данной работе медведь похож на обдолбанного бобра или крота или барсука. И его выражение говорит о том, что его нужно спасти. Вот. Почему медведь небезупречный? Ну, как я говорил, дьявол кроется в деталях. И тут, ну, прямо козяк на косяке. Это надо прямо брать с преподавателем, разбирать, что с этапа трансфера. Допущено огромное количество ошибок. Вот. Откройте фотографию с медведем. Если у тебя есть, вот как ты можешь сделать работу над ошибками? Начальную, самую начальную работу. Берешь, открываешь вот эту вот фотографию с медведем, которую ты сделала. И в фотошопе рядышком там открываешь фотографию исходную. И смотришь. Лево-право, лево-право. И ты увидишь все вот эти вот косяки, которые ты здесь наделала. Косяковых здесь очень много. Начиная от верхней части, где все поплыло. Нос, глаза. Ну, больше всего бросается в глаза. Вот здесь вот. Мягко говоря, неаккуратная шерсть и зубы. Белый цвет, он в реалистичных татуировках. Если его делать не то, что бездумно, а в больших количествах. Да, и бездумно. Он сильно дешевит и портит работу. Здесь же белый цвет сакцентировал наше внимание и так на неидеальных зубах. И все, все тут очень плохо. Как сделать так, чтобы медведь получался хорошо? Ну, во-первых, на начальных этапах не браться за слишком сложные работы. Как сделать так, чтобы медведи получались хорошо? Ну, это прямо отдельный вид искусства. То есть тут, прежде чем делать этого медведя, по-хорошему, что можно было сделать? Во-первых, записать клиента, предположим, на месяц вперед. Либо вообще покрашу не браться за работу. Предположим, мы записали клиента на месяц вперед. Дальше берем, открываем фотографию медведя. Берем большой кусок искусственной кожи. И выполняем один в один этого медведя. Получилось идеально или нет? Видим, что не идеально. Проходит пару дней, берем, делаем то же самое. И раз, не знаю, пока не получится от медведя, мы делаем, делаем, делаем его. И только после того, как на искусственной коже у нас получается более-менее нормально, только после этого мы вправе делать это на людях. Потому что мало того, что у нас от медведя получается не идеально, так мы берем еще и на перекрытие его накладываем. А перекрытие это довольно непросто. Перекрытием можно заниматься только тогда, когда мы уже на 100% в себе уверены, что делаем хорошие работы. И только потом начинать тренироваться на каких-то небольших перекрытиях. Итак, Олеся, подытоживаю твою тему с медведем. Можем посмотреть видео на нашем канале, как правильно рисовать шерсть. Второе, нужно нарисовать много-много медведей на искусственной коже, пока они не будут получаться у тебя идеально. Для этого нужно понять, как правильно рисовать шерсть, как правильно делать мачки и так далее. И третье, обязательно я рекомендую начать заниматься преподавателем хотя бы один-два раза в неделю по рисованию. Рисунок, он связан с татуировкой, особенно если мы говорим про адские сложные моменты. Есть люди, которые не имеют художественного образования, но все прекрасно видят, у них получаются идеальные работы по реализму, как ни странно, с самого начала. Но есть те, кому художественное образование явно не помешает, и в том случае я бы рекомендовал начать заниматься с преподавателем по рисунку. Итак, Олеся, следующая твоя работа. Эта работа уже не вызывает у меня кровь из глаз, и что тут сразу же бросается опять же. Зачем это так неаккуратно замазывать, если сразу можно после сеанса хорошо сфотографировать. Если у тебя нет дома профессионального фона, то можно просто-напросто купить какие-то недорогие черные шторы или покрасить какой-то углочек стильный в черный цвет, вот тебе и хороший фон. И тебе не придется мучиться все это замазывать, тем более так неаккуратно, так небрежно. Далее непосредственно по этой твоей работе с ангелом. Черный прокрас не идеальный, нужно плотно учиться красить. Как учиться плотно красить? Есть видео на канале территории татуировки. Дальше, если мы приблизим, тут у нас что, маячки или контур? Я как понимаю, вот это даже непонятно, это работа в реализме или это работа в стиле графика. Если мы говорим про графику, то приближаем поближе крылья, вот, они все выполнены то ли какими-то грейвошами, то ли они не пробиты. У нас должен быть четкий контур, четкий контур в стиле графика. Но если мы говорим про реализм, вот этих вот маячков практически не должно быть видно. Они должны быть светлые, 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 и весь объем здесь устраивается за счет тени. Ну ладно, представим, что это обычная черно-белая татуировка. Какие тут ошибки? Первое, контур. Контур у тебя небезупречный. Вот приблизим вот это вот перо поближе, приблизим и видим, что какие-то линии у нас прерывистые, где-то у нас линии с проплешиной, где-то у нас линии наслаиваются друг на друга. Вот, получается такие грязные, неаккуратные линии с проплешинами. Секущиеся линии, очень-очень небрежные линии. С чем это связано? С навыком ведения контура. Какие-то есть технических моментов, которые мы, опять же, на занятиях проговариваем подробно для стажеров и контролируем, ты не выполняешь. Либо натяжение кожи плохое, либо оборудование. Опять же, я не знаю, каким ты оборудованием делаешь татуировки, какими картриджами. Но, скорее всего, дело в скорости. Ты слишком быстро ведешь линию, ты слишком торопишься, ты работаешь в неудобной, не знаю, атмосфере, в неудобных условиях, возможно, где шуки на весу. На самом деле, чтобы выявить вот эти вот ошибки, надо прямо брать и смотреть, что именно ты делаешь не так. В данном случае, я вижу небезупречный контур. Но 90% случаев, когда контур небезупречный, это первое, неудобное положение, так как вы сидите, плохая фиксация рук. Второе, это то, что вы слишком быстро ведете линию, вы торопитесь. И третье, это натяжение кожи, недостаточное натяжение кожи. Вот. Короче, первая твоя ошибка, плохие линии. Второе, тени более-менее, в принципе, по сравнению с контуром, на тени здесь еще можно закрыть глаза. Но, опять же, непонятно. У нас есть два варианта прорисовки теней. Либо мы это делаем випами, либо мы это делаем магнумами. Здесь техника очень сильно хромает до такой степени, что я даже не понимаю, какой иголкой ты это делала. Либо ты это делала випами 3РЛ, либо ты это напыляла магнумами. Непонятно. То есть, например, не похоже на плавные мягкие тени, и это не похоже на випы. То есть, что-то с чем-то непонятное. Тоже рекомендую это все найти в своем городе или, не знаю, где-нибудь хорошего преподавателя. Это буквально у тебя займет не обязательно записываться на какие-то полноценные занятия. Конечно, лучше взять, купить полноценный курс. Если у тебя нет времени, найди хорошего препода и пару занятий с ним проведи. Вот скажи, вот Паша мне сказал, что у меня получаются плохие тени, плохие контуры. Что мне сделать, чтобы они были хорошие? Вот, сенсей, можно при вас набить на человеке татуировку? Вот я привожу модель и делаю татуировку. Вы мне скажете, какие у меня ошибки? Вот, потому что в твоем случае ошибки устраняются непосредственно под чутким руководством. не по ютубчику, а реально прикладная тема на занятиях. То же самое, что и в боевых искусствах. Ты не научишься драться по ютубчику, ты научишься каким-то дополнительным фишкам, но когда ты уже умеешь, когда ты уже владеешь навыками, поэтому это такая же прикладная тема, как и боевое искусство, и этому нужно учиться именно у преподавателя, чтобы он все контролировал. Я сейчас не рекламирую себя, нет, найди хорошего любого преподавателя из своего города, пусть он твои ошибки справит. Потому что ты молодец, что проявляешь активность, молодец, что находишь клиентов, молодец, что практикуешься, но наша задача с тобой нивелировать количество запротаченных людей. Давай, Олеся, сделаем так, чтобы людей, которых ты запротачивала, было поменьше. Это будет лучше и для твоей кармы, и для твоей сарафанки. Дальше следующие ошибки. Приближаем рукоятку меча и видим, что возле рукоятки меча какая-то нереальная аура. Что? Ты скажешь мне, что это волшебный меч и он светится? На самом деле нет. Это просто ты не смогла подлезть иголкой магнум, либо иголкой опять Терес, не знаю, чем ты закрашивала, не смогла подлезть ближе к контуру. А это довольно грубая ошибка. Наряду с тем, что мы иголкой берем и съедаем какое-то лишнее пространство. В данном случае ты не смогла подлезть ближе. И довольно грубая ошибка. У нас покрас должен быть прямо впритык к контуру. Никаких проплешин у нас быть не должно. Следующая твоя работа, которую мы разберем, это пионы у девушки на бедре. Почему мы сейчас будем разбирать эту работу? Ну, потому что это актуально для многих начинающих мастеров. Практически все делают пионы. Даже коммерческие мастера, которые делают пионы девушкам на попку, они окружены этими девушками. То есть это вот такой мемасик даже есть в интернете. Поэтому разберем эту работу. Итак, по контуру здесь в данном случае у тебя относительно неплохо. Видать, тебе здесь работалось поудобнее. Контур не безупречный, но в принципе более-менее нормальный. За что тебе респект? Неплохое расположение и хороший размер. Это уже радует. Что больше всего здесь бросается в глаза, это неидеальный вип-шейдинг. Олеся, твой вип-шейдинг напоминает мне Битл Джуз. Когда я вижу как ты випуешь, малыш, ты меня волнуешь. Олеся, подскажи, ты училась по ютубчику или у преподавателя? Если у преподавателя, то очень плохо найди тебе еще одного препода, чтобы он объяснил тебе лучше. А если по ютубчику, то ну какого хрена ты по моим видяхам делаешь небезупречные работы? Да, это больше времени. Я рекомендую полоску зебры или пешеходная зебра, или голорадская зебра. Зачем мы параллельно делаем раз-раз-раз полоски? Все випы у нас должны идти обязательно по форме листочка, по форме. Мы подчеркиваем объем, подчеркиваем форму, а не разбиваем ее вот этими полосами. Не будем рассматривать все твои работы, иначе мы не уложимся в тайм. Поэтому следующую работу, которую я выбрал, это рука, похожая на ногу. Да, мне сначала издалека показалось, как будто это просто нога, которая пострадала в аварии. Но не суть. Ты перекрыла двумя персонажами эту розу. Хочу высказать тебе отдельный респект за твою изобретательность. То есть ты включила голову и подумала, как можно обыграть эту розу. И как раз таки вот эта стебель розы ты в самое-самое темное место, которое разделяет наших двух персонажей, заложила. И это очень неплохо. Поэтому респект тебе за расположение. Ты подумала, действительно позапаривалась, как это можно перекрыть, постаралась. Дальше верхняя часть пламени смотрится, ну, я бы вот если вот обратить внимание, вот убрать верхнюю часть огня, это будет стараться получше. Дальше изображение немножечко искажается, но тут мы опять же при перекрытии должны были вот именно подстроиться под то, что мы перекрывали. А тут ты хорошо включила свою изобретательность. VIP не идеальные, но в целом VIP тут уже получше, поинтереснее. В целом работа для твоего уровня смотрится достаточно аккуратно. Опять же есть косички, если вот прямо сильнее мы приблизим вот эту верхнюю часть чернухи, откуда начинается огонь. Это волосы, по-моему, верхнюю часть волос черных. Приблизим и видим, что проплешинки. Приближаем всю работу, и там у нас черные участки мы видим проплешинки. Поэтому как мы будем вкрашивать цвет, когда мы не можем даже вкрасить самый простой, самую простую чернуху. Ну, в целом вот эта вот работа уже более-менее а фотография плохая. Олеся, спасибо тебе за доверие, спасибо, что отправляешь мне работы на разбор. Прошу не обижаться на критику, а взять и сделать выводы. И к следующему разбору скинуть уже новые свои 3-4 работы, чтобы я увидел разницу. Так мы будем с тобой расти. Поэтому рекомендую сделать выводы из того, что я сказал, и повысить свой скилл. Так, следующий участник Полина, она же Пабло, из города Садка, Челябинская область. Поэтому заранее ты написала здесь, что хочешь прокачать свой скилл. Поэтому мы в Екатеринбурге и ждем тебя на занятиях. Переходим к твоим работам. Полина, если после этого видео ты напишешь лично мне, я сделаю для тебя специальные условия. Хотя они, конечно, у нас уже есть, для тех, кто приходит к нам с Ютуба, но для тебя отдельно. Итак, переходим к твоей работе. Единственная работа на человеке, который ты мне отправила, это такая вот работа. Я на своих занятиях не особо рекомендую делать такие работы. Точнее, они неплохие, но я рекомендую делать акцент на большой масштабной графике. Почему? Потому что только так можно по формам, телам, по дизайну сориентироваться. Второе, так можно хорошо прокачать свой скилл по технике. То же самое, что и в боевых искусствах. Если ты делаешь контуры с утра до вечера, они у тебя потом просто-напросто не могут не получаться. Ну и третье, такие работы не особо выигрышно смотрятся в портфолио. Почему? Ну потому что их делает каждый второй, каждый третий мастер. Чем клиентов уже вот такими работами не удивишь. Ладно, перейдем к разбору. Поближе, если сделаем эту работу, то виден контур не идеальный, не безупречный. Над контуром нужно работать. для одной из первых работ на человеке это прямо очень неплохо. Она не безупречная, потому что это уже бесконечность на человеке. Это уже значит, это уже не круто. Особо разбирать тут нечего. Кроме того, что ты не переубедила человека на то, чтобы сделать что-то более индивидуальное, интересное по форме нашего тела вместо вот этой вот маленькой мини-фигнюшки. Переходим к нашей искусной коже. Вот это уже намного интереснее. Вот представляешь, если бы вместо бесконечности ты сделала такую вот работу очень неплохо. И очень неплохо. Смотри, вот по этим работам я бы уже сказал, что ты, скорее всего, возможно, прошла где-то обучение там на каких-то курсах, а ты пришла к этому сама. То есть, представляешь, какой бы был результат под контролем мастера. То есть, ты сама дошла до такого уровня. А что мы видим по уровню? Приближаем эту лисичку вот с козой. Что мы видим? Видим очень неплохой контур. Видим то, что ты видишь плановость. Это хорошо. То есть, ты понимаешь, какие объекты у нас второстепенные, какие первостепенные, которые у нас находятся на переднем плане, которые у нас находятся на заднем плане. То есть, качество и аккуратность прямо поражают для уровня новичка. Следующая твоя работа это карпы. Приближаем и обращаем внимание на что? У тебя очень неплохой контур, очень неплохой контур. Еще сильнее приближаем, видим, что каждая чешуйка прорисована. Чешуйки тоже неплохие. Ты тут поработала и с випами, и фон поработала немножко мгнумами. В целом, все не идеально, не безупречно, но для начинающего мастера, для первых работ на искусственной кожи это прямо прямо огонь. Поэтому, что я могу порекомендовать? Работы уже очень неплохие, я рекомендую, если есть возможность пройти обучение, если полноценное обучение, если такой возможности нет, то потихонечку переходить к практике на людях, потому что ты работаешь аккуратно, тебе можно доверять, поэтому с каких-то не сильно сложных работ, но масштабных, объемных, у тебя это получится, у тебя это зайдет. Можно начинать, уже хватит. Вот кому-то я говорю, делайте больше работ на искусственной кожи, в случае с тобой, ты видишь, что очень аккуратно, усидчивая, в случае с тобой, тебе уже нужно, даже нужно, переходить к людям и делать больше работ на людях, поэтому жду твои работы на людях к нашему следующему разбору, поставь себе задачу, к нашему следующему разбору сделать там 15-20 работ, это будет вообще идеально. Следующая твоя работа это цветочек, цветочек также очень неплохо, ты бьешь татуировки с лета прошлого года, это и хорошо, и плохо, что хорошего, то что ты делаешь что-то качественно и аккуратно, что плохого, что за весь год ты практически не набила ни одной хорошей работы на человеке, то есть ты из чего-то боишься, стесняешься, возможно стесняешься себе рассказывать, то есть за один год по-хорошему ты должна была уже выполнить примерно 10-15-20, а еще лучше 30 работ, то есть 10 работ это мало, 20 работ это нормально и 30 работ это хорошо, в твоем случае ты набил одну только небольшую бесконечность, поэтому мои рекомендации, смело можно переходить к людям, задача поставить себе задачу закрасить как можно больше человек, как это сделать, если видишь, что рядом с тобой приходит человек без татуировок, задача, заточить его к себе и задолбить его иголочкой, потому что если тело человек это храм, почему бы не украсить его стены, у тебя мало работ, либо ты стесняешься, либо ты стесняешься себе рассказывать, постоянно, постоянно, сделай работу, выложила, сделай работу, выложила, вот, наконец-то нашел твою вторую работу, да, оказывается, ты выслала нам две работы на человеке, но этого мало, маска, какие тут минусы, делай всегда размер больше, если клиент не сопротивляется, если он не против, то делай размер больше, да, ты потратишь больше времени, возможно, на начальных этапах тебе не готовы будут доплачивать за размеры за время но себя не будет вначале мы работаем за дешево либо за бесплатно не потому что мы и туристы а чтобы в нашем портфолио были офигенные работы чтобы потом в будущем легче было продавать татуировки и чтобы наше творчество больше ценили поэтому неплохой контур здесь непонятно что это и vip и либо dotwork приближаем этот участок рядом с носом тени на ноздре можно было не делать чтобы они нас не сливались но это если прямо сильно докапываться в общем не понятно что это у нас dot или vip и в любом случае если это dot это не идеальный dot если это vip и это не идеальные vip и поэтому над этим можно поработать ну и размер не стесняйся с размерами ты работаешь довольно аккуратно поэтому чем татуировка больше тем она выглядит выигрыш не представляешь ты сделала эту маску на всю спину или на всю грудь насколько бы это круче смотрелось бы чем мини татушка которую делают все алиса зудова привет следующие работы твои ты из города нижний тайгил это тоже урал и это здорово что так много у нас аудитории с урала первая твоя работа это бабочки до бабочек особого желания докапываться у меня нету более-менее нормальная фотография но опять же на ней на ней нейтральном фоне поэтому фон так себе сами бабочки но в стиле скетч ну ну скетч и скетч бабочка и бабочка нормально следующая твоя работа это анубис с весами вроде бы норм но если начинаем приближать ближе вот сейчас фотографию прикрепим подбородка анубиса и мы видим что опять та же самая загадочная аура у нас образовалась что это значит это значит что мы не можем подлезть иголочкой ближе берите учитесь не знаю на искусственной коже учить подлазить иголочки делайте вот такие вот детальные работы это элементарнейшая ошибка начинающих мастеров когда вы не можете иголкой подлезть ну пробуйте тренируйтесь на искусственной кожи пробуйте дальше если сильно приближаем опять же левую часть анубиса что мы видим не идеальные не параллельные линии линии кто же которые живут своей жизнью но одна ошибка на всю работу это аккуратность не хватает чуть-чуть аккуратности и все будет ништяк следующая твоя работа это анимешка анимешка довольно аккуратная опять же если приблизим особенно нижнюю часть видим что линия небезупречная но это если совсем докапываться а так в целом сделал работу ты неплохо единственное на что следует обратить внимание это на то что вот вместо теней здесь лучше использовать випы вся манга вот эта вот графика анимешная она в современном мире в современных татуировках лучше смотрится ну и по стилю сейчас так как правило делают лучше с випами поэтому меньше магнумов больше випов если у нас простенькая графика есть нас анимешная графика то на ней визуально более привлекательно смотрится випы и пасы более современно так скажем никого вот это вот коричневизны не будет короче тут лучше использовать вип шейдинг и видим не идеальный контур в нижней части так в целом работа очень неплохая и последняя твоя работа единственная протачная работа из всех которые ты скинула все работы ништяк а вот этот нас идет лютый про так а почему про так потому что возможно ты не посмотрела наши видео по участкам для татуировки делал лучше делать их лучше не делать ну предположим если клиент попросил сделать там твоя сдача как мастера объяснить ему почему это зашкварное место почему это место и дни идеально подходит для татуировки она не подходит для татуировки по ряду причин если от конечно там небольшой нагав не один большой здоровый проект просто саму по себе брать татуировку лепить на этот участок но это прямо грешно то есть это кровь из глаз идет и некрасиво во первых само расположение пробуй уговорить человека на подходящий участок это какой представляешь если эту работу сделать на икру или боли это будет смотреться в разы лучше но если клиент не соглашается если ты все равно сделаешь на татуировку ну хотя бы это не выкладывай чтобы у меня не лилась кровь из глаз это во первых расположение второе приближаем ближе работу особенно верхнюю часть но это извините меня это ну как бы трэш порнографии это жесть ты показывала на прошлых работах что можешь сделать контур намного лучше что мы видим на этой работе где-то перебито где-то не добито но по большей части да здесь вот приближаем вот эту вот волну побольше у нас тут все ошибки которые только могут быть первое перебить и второе не добить и с проплешными и третье это волосатые линии наслоения 3 1 линия наслаивается на другую линию вот то есть ужасно ужасно подытожим выбран не идеальный участок и не идеальные линии у нас получились почему потому что опять же плохое расположение и потому что возможно ты работала в неудобном положении потому что в таком положении с ногой работать не так уж и просто наси дементьева следующие работы твои напиши в комментариях с какого-то города то все написали а ты не написала и так ты я думаю будешь победителем сегодняшнего разбора а все почему потому что в данном случае твои работы самые лучшие из представленных а почему они самые лучшие потому что это очень хорошая техника не идеальная но для новичка для 9 месяцев торт написал это прямо огонь это прямо офигенно короче очень хорошие контуры для 9 месяцев и очень хорошие фотографии ты одна из немногих прислушалась не знаю либо ко мне либо адекватно понимаешь что фотографии должны быть хорошие вот поэтому ты делаешь очень неплохие аккуратные фотографии на красивом нейтральном фоне респект тебе отдельно за фотографию и второй респект тебе за то что за 9 месяцев ты делаешь неплохие работы так начнем черепа вот обратите внимание работа очень хорошая если мы только начинаем приближать вот максимально приблизим нижнюю челюсть только тогда мы начинаем замечать что випы не идеальный человек с улицы он что увидит просто увидеть хорошую контрастную объемную работу вот реально вы издалека посмотрите вот даже если поставить час этого человека здесь а сам уйти к стенке я издалека буду видеть что череп это череп что он очень хорошо и что он очень хорошо читается и только для уже профессиональных мастеров для тех кто разбирает ваши работы тут есть до чего докопаться как следует приближаем работу и видим что где-то мы немножечко випами неаккуратненько зашли за линию сами по себе випы неаккуратные с чем это связано но опять же надо проверять смотреть технику возможно немножко тебе не хватает натяжения возможно резкие движения ты делаешь но единственного что я вот здесь вот замечаю то есть почему випы не идеальные можно использовать более легкий граевош лучше сделать несколько несколько наслоений у тебя так випы будут аккуратнее чем ты берешь его слишком темный за счет этого все зацепки где иголка цепляет кожу и работа смотрится менее аккуратный попробуй работать с более легким грибошем постепенно и плавно напыляя вот вспомнили единственная ошибка используем более легкий граевош и несколько наложений так у тебя работа будет плавнее и объемнее и 2 твоя работа это тоже черепа вижу ты любишь черепа поработала здесь с цветом если прямо сильно желать к чему-то придраться то можно но прямо не хочется не хочется от слова совсем по той причине что для 9 месяцев но это практически идеальная работа но что может сделать лучше ну я бы еще побольше череп растянул он бы еще лучше лег по форме птички а так ну прямо огонь ты прямо умничка вот прямо смотришь и глаза радуются владислав сажен следующие работы твои приветствовал и слав и так сразу можно прикрепить все эти три три работы потому что ошибки у тебя одинаковые на всех этих работах а какие ошибки это неаккуратность и небрежность можно по номерам распределить твои работы первое место 2 3 самый аккуратный своих работ которая смотрится неплохо это татуировка с бабочкой на животе на втором месте у нас идет самурай и самые небрежные самой грязной самой некрасивой своих работ это татуировка с вороном которая нас находится прямо на кисти с чего начнем самурая почему самура у тебя получился не идеальный почему-то мне идеальные контуры и самые главные не идеальные тени а все потому что все сливается в одну кашу вот возьмите издалека посмотрите на этого самурая и что мы видим каша а почему слишком много стали и слишком маленькая работа поэтому чтобы работа читалась надо тут есть два варианта либо делать ее крупнее но есть особо не разойдешься чтобы сделал я во первых саму работу здесь бы сделал крупнее и вторых количество деталей сделал бы меньше чтобы это все в одну кашу не сливалась и сейчас мы видим кашу то через два через три года там будет прямо такое довольно лютое пятно потому что большое количество деталей в графике там линии которые рядом находятся со временем имеет свойство сливаться поэтому две рекомендации первое делать работы больше там где-то можно сделать и второе уменьшать детализацию там где это тоже можно сделать ну и следующая твоя ошибка самурая это не идеальные тени где-то если мы приблизим у него плечо сверху мы видим что где-то объем есть а где-то на стене идут сразу в две стороны поэтому все сливается и самая одна из самых главных ошибок у тебя в этом самурае у тебя нет плановости как я уже сказал все сливается воду кашу потому что все очень мелко и почему еще сливается потому что у тебя одинаковые линии по всему самурая если бы ты взял иголку более жирную и выдел ему там руку и катану на передний план она работа бы намного лучше читалось потому что в татуировке в художественной мы передаем плановость передаем объем за счет чего за счет теней темное светлое темное светлое у нас ничто ни с чем не должно сливаться это раз и два мы передаем объем за счет контура у у нас так тут все сливается еще мы все одними линиями сделали поэтому если бы я делать работу или если бы я был к ним преподавателем я просто подошел бы дал тебе иголку более жирную и сказал бы вот выдели ему руку вот руку бы ему выделил с катаны следующая твоя работа с бабочкой респект за расположение респект за размер неплохое расположение и неплохой размер хорошие размеры решают дальше на животе как я уже говорил татуировку делать очень просто поэтому у тебя относительно для новичка аккуратные линии для живота но они нифига не безупречны если мы эту работу приблизим увидим большое количество косяков что еще в этой работе из минусов ну на довольно скучно то есть ты взял сделал бабочку и по краешкам там магнума просто взял и напылил вместо того чтобы каждую детальку каждый вот этот элемент прорисовать опять же посмотри на то как выполняются бабочки настрой на работу он прямо решает поэтому за 23 часа перед сеансом когда ты приходишь на работу собираешь рабочее место открываешь компьютер ты можешь посмотреть на различные варианты в графике и посмотреть как подобную бабочку может сделать круче индивидуально интереснее потому что это просто набор линий и с краю ты немножко затянил крылышки вместо того чтобы начать прорисовывать детали объем и так далее но в целом для такого сложного участка ну неплохо 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 но настраивай настраивайся на работу смотри больше вариантов от профессиональных мастеров как они делают можно тебе не знаю сотни вариантов показать более интересных бабочек как это может круто смотреться поэтому питер из решает перед сеансом смотрите как это может сделать круто как можно красиво обыграть если у вас один эскиз вы же не обязаны они его копировать один в один вы можете договориться с клиентом показать более подходящий более выигрышные варианты и сделать так как будет смотреться лучше и интереснее чем просто взять и закрасить это тенями следующая твоя работа это вора на самом деле крылья бы я вывел подальше повыше это будет стресса интереснее само расположение круга по кисти руки в принципе неплохое но это мягко говоря не самая лучшая твоя работа это я послал твоя худшая работа из тех которые ты мне скинул и смотрится это как партак скорее всего на эскизе было не так то есть скорее всего ты где-то что-то скосячил упростил и сделал некрасиво вот я просто не не видел эскизов мне интересно посмотреть на эскиз по-любому эскиз вы выглядел не так место очень сложная очень неподходящий для начинающих мастеров поэтому пока у вас нет опыта я бы не рекомендовал браться за такие участки но вот эскизом скорее всего ты тут приврал эта работа мне не нравится тут когда у нас нету мастерства нет опыта можно просто хорошо как хороший китайский алиэкспресс просто брать и копировать то есть пока что рано излишне фантазировать как в данной работе ну короче непонятно на встретить эскиз работа смотрится грязно небрежно и видно что ну скажи честно что ты не сильно старался в этой работе виктория малинник следующие работы твои респект тебе ты из города екатеребург и продолжаешь отправлять нам работы на разбор и это отлично помнишь я сказал что победила настюха вот у тебя аналогичный хороший работ может быть тоже на первом на втором месте вот очень приятно посмотреть ты стараешься делаешь работы аккуратно и так первая твоя работа сразу и 2 из двух кадров можно предложить очень интересное расположение респект тебе за расположение ты интересно обыграла коленку при этом особо коленку не задевая самые сложные участки прямо хорошо обыграла потому что ну эскиз у нас как выглядит просто плоская тема и ты либо самостоятельно индивидуальный эскиз нарисовала либо даже если просто взяла чужой эскиз из интернета ты интересно обыграла форму ноги вот и обратите внимание на фотографиях это нормально но в реальной жизни отстрел смотрится прямо интересно интересно а теперь перейдем к ошибкам приближаем как следует эту булаву и что мы видим контур который мне показался хорошим издалека на самом деле не такой безупречный обратите внимание на шип этой был булавы и обратите внимание на вот эти вот скрепы контур мягко говоря очень не идеальный хотя такое расположение касс нам тяжелым но на самом деле есть у нас модель сидит ну нет ничего сложного чтобы на таком участке провести ровно контур то есть контур не идеальный не безупречный возможно ты работала в ком-то в неудобном положении ну и что еще можно поиграть с линиями с объемом вот обратите внимание что в этой булаве не хватает но она скучно она однообразная однотипная можно было взять иголочку потолще и не полностью все обвести чтобы сделать человеку больно а поиграть с линиями сделать их поживее где-то вот на коль я будут лично на кончиках игл сделал бы пожирнее чтобы толстая толстая линия плавно уходила в никуда на задний план в общем можно поиграть с линиями где-то сделать пожирнее где-то сделать более нежный вот здесь вот она слишком воздушно тоже блям булава здоровенная такая ядреная булава где-то можно было прямо вот акцент делать на шипы следующая этого работа это глаза глаза на 5 баллов приближаем ищем до чего можно докопаться и видим сильнее приближая верхнюю часть предположим по верхней части уже смотришь вот так вот идеально и очень хорошая работа и очень хорошие фотографии прям вот эта фотография нравится но дьявол кроется в деталях не все в жизни так хорошо как у нас на фотографиях это после сеанса а что будет с этой работы там через три-четыре года короче приближаем верхнюю часть глаза и что мы видим лютые лютые проплешины в черном покрасе опять же как мы можем сказать слово мама или говорить какие-то предложения когда мы еще не знаем букву м и а а буква м это что контур буква а это плотный покрас вот пока что вот у тебя уровень уже намного выше ты грубо говоря находится где-то здесь но ты забыла что в самом начале ты не проработала в эти моменты плотный покрасок и сейчас они у тебя уже вылазят на стадиях да ты уже начинающий такой начинающий мастер дает момента не прямо сильно сильно палятся и не мешают тебе в твоем развитии поэтому немножечко тебе нужно вернуться назад и проработать в дает моменты касаемо а контура и касаемо б покраса подытожим все твои ошибки основные траке прорабатываем контур и прорабатываем плотный покрас как вот накрасить есть в наших видео и есть у нас на занятиях так как ты из города екатеринбург я бы пригласил тебя к себе на занятия если у тебя ограничен бюджет ну грубо говоря пару занятий тебе будет достаточно чтобы сэволюционировать чтобы исправить все вот эти вот ошибки ты сама увидишь разницу видишь результат следующий человек из города иркутск под ником тату толстый привет тату толстый разбираем твои работы сразу мне кажется можно несколько работ отмотать чтобы вы посмотрели тут одни и те же ошибки почему я решил придраться к твоим работам потому что ты пишешь что хочешь заняться этим профессионально а если ты пишешь кто хочешь заняться профессионально то такого дерьма я не должен увидеть у себя в разборах и так как сделать так чтобы ты начал делать хорошо работы ну тут прямо если я честно скажу очень сложная ситуация и так как дела так чтобы твои работы стали хорошими первое это родить заново второе найти преподавателя по татуировке в данном случае я не декламирую свои курсы Ты из города Иркутск, и со всей России, я думаю, найдешь хорошего преподавателя. Не кунь коммерческую эту школу, которая направлена именно на количество, а не на качество. То есть тебе нужно найти либо действительно очень крутую профессиональную школу, либо очень профессионального мастера, который готов будет с тобой работать. В любом случае, с такими результатами, я тебе честно скажу, ты запортачишь большое количество людей. А мне их немножко жалко. Поэтому иди на обучение к хорошему преподавателю. Это раз. И второе, как тебе можно повысить скилл. Один-два раза в неделю занимайся с преподом. Сколько тебе лет? Непонятно, но тебе в любом случае, там старше, ты старше, там 20-30, 25 лет, возможно. У тебя нет возможности 3-4, там 5 дней в неделю ездить в художку. Поэтому достаточно заниматься раз в неделю, и потом еще один раз в неделю оттачивать это самостоятельно. То, что ты прошел с преподом, берешь и то же самое у себя дома прорабатываешь. Не знаю, покупаешь себе плашет, мольберт, это берешь и тренируешь. Вот сейчас мы приблизим все твои работы, чтобы люди в целом имели представление, что ты делаешь. И тут один сплошной ксяк на косяке. То есть я не могу это разбирать, потому что это полный трэш. Тебе нужно научиться с самого начала делать татуировки. С самого начала это что? Как я уже говорил, буква М и буква А. Потом уже слово мама. Слово мама это там цветочек, какой-нибудь пион на попку и так далее. Какие-то элементарные, простенькие татуировки. За такие работы тебе, брат, еще рановато. Про фотографии я молчу, то есть закрываю глаза на этот. Ну, это просто один сплошной трэш. Я даже не могу комментировать фотографии, когда я вижу вот этого упоротого деда. Поэтому, если подытожить, тебе нужно полностью пересмотреть свое отношение к татуировкам. Понять, что это не просто рисунки на бумаге, а это рисунок на теле. И даже если, я не знаю, кто твои клиенты, но возможно кто-то из них является абраганом, раз они так адекватно воспринимают то, что ты сделал с их телом. Но если бы у меня было такое на плече, то это надо успевать убежать просто. Ну, хотя опять же, блять, люди неужели не понимают, что ты на них делаешь? То есть, скорее всего, это им все равно, им нравится. Ну, это полный пиздец. Если им похер на свое тело, но окружающие должны все равно видеть какую-то, ну, блин, не знаю, красоту. Одни сплошные ошибки, всяк на косяке, если мы будем разбирать вот эту вот работу, это прямо еще часа на три, на четыре у нас будет разбор. Поэтому, первое, пересмотри свое отношение. Второе, займись рисованием, то есть 2-3 дня в неделю, идеально. И третье, найди себе преподавателя, который с самого начала, с азов, тебе еще рано браться за такие работы. Начиная с простого, от простого к сложному, и только уже, там, не знаю, сделаешь там 10-15 работы, только потом уже переходи на такие работы. Опять же, нет возможности у тебя, там нет финансовых возможностей, у тебя нет временных возможностей. Хотя это, конечно, гон, если ты так скажешь. Но, предположим, если у тебя нет таких возможностей, но у тебя есть искусная кожа, можно сделать 3-4-5 таких работ, пока они не будут хорошо получаться, и только потом уже сделать это на людях. Итак, Женя, Евгений, следующие работы твои. Ты переехал из Цыктывкара в Уфу. Уфа, это тоже, кстати, недалеко от Урала. Мы там были на одном из стату-фестивалей. Поэтому, будет желание, приезжай в гости, не обязательно занятия, любые вопросы. Будешь проездом в Екатеринбург, и мы всегда рады тебя видеть. Вообще, в целом, рады всем нашим подписчикам. Это уже одна большая семья. Я вам очень признателен, что вы с нами, потому что, благодаря вам, мы можем заниматься своим любимым делом. Итак, переходим к твоим работам. Первая работа, это какая-то непонятная тучка. Зачем ты мне дает правил? Зачем? Если ты знаешь, что я не люблю домашние татуировки, я не люблю парточки. Какая ошибка? Первая, это мини-татушка. Вторая ошибка, это домашняя татуировка. Изначально домашние татуировки. Ну, лично, мое мнение, они не особо имеют связь с искусством. И они стоят дешево. Так, какие бы индивидуальные ты вот эти вот татуировки не делал, домашние. Человек, который видит такую татуировку, клиенты, которые хотят видеть на себе такую татуировку, не все, но большинство, они не готовы за нее платить. Они ассоциируют домашнюю татуировку с пивасиком. То есть, андеграундная, неформальная атмосфера, на хате, тату за пивас. Вот с чем ассоциируются у большинства людей такие вот домашние татуировки. Потому что это не похоже ни на олдскул, ни на ньюскул. Это тупо домашняя татуировка. Графика тоже назвать нельзя. Поэтому основная ошибка в данной работе, то что ты выбрал такой эскиз. Вот, обрати внимание, предположим, ты делаешь эту домашку, но делаешь это в большом размере. Представь вот эту тушу работу на все бедро. Насколько она будет смотреться интереснее. И это уже можно обыграть через орнаменталику. Что я через орнаменталику, через какую-то скифскую тему. Обратите внимание, вот посмотрите. Я записался на сеанс к тату-мастеру из города Санкт-Петербург, Павли Гусаров. Вот, посмотрите. Та же самая чернуха, но насколько круче, насколько профессиональнее, насколько современнее, сколько ни по псорве, ни банальнее, может смотреться чернуха. И там чернуха, и там чернуха. Но в данном случае, эта чернуха стоит бутылку пива, а в моем случае у Кафа придется около 200 косарей. Следующая твоя работа, это какой-то полупризрак. Опять похож на домашнюю татуировку. Очень много вопросов у меня к этой фотографии. То есть у меня, что бросается в глаза. Первое, это какие-то шарики, как будто вшитые в руку. Это раньше, кстати, была такая тема модная, там, вшивать себе под кожу такую херню. Ну, здесь просто у него, предположим, такие вены, но это, конечно, жесть. То есть, они большую часть внимания забирают дальше. Барсик, который спит на заднем плане. Слишком много вопросов в этой фотографии, слишком мало ответов. Вообще, что здесь происходит? Ты мне фотографию скидываешь или ты мне татуировку скидываешь или просто, чтобы я охуел просто, блядь. Ладно, касаемо этой татуировки. Ну, скажи мне сам, какая тут ошибка, не знаю. Поставьте это видео на паузу. И все, кто смотрит это видео, напишите в комментариях, какая ошибка в этой татуировке. Я уже оскомину на языке набил. Говорить одно и то же, одно и то же. С одного разбора на другой разбор. Итак, бинго, ошибка в размере. Плохо, плохо смотрятся татуировки, которые не соразмерны в форме тела. Я понимаю, что была какая-то мини-татуировка, какая-то надписюлька, там, не знаю, какой-то крестик, звездочка. Окей. Но если эта работа у нас уже такого нормального размера, если она представляет у нас художественную ценность, почему ты не смог сделать, почему ты не смог расположить ее нормально по форме руки? И неужели это не очевидная тема? Короче, плохой размер татуировки. Чтобы настрелось хорошо, вот буквально сделаю ее по форме тела в хорошем большом размере. Она намного лучше ляжет на тело. Ну и третье, что за кошки вообще на заднем плане? Адекватный. Клиент, он не пойдет в ту студию, где делают татуировки, где там бегают кошки. Потому что на самом деле достаточно одного волоска, который попадет под пленку, и все пойдет, заживление по дому месту. Такое бывает не всегда, но бывает достаточно одного волоска, чтобы испортить татуировку. Следующая фотография мы только что чуть не подрались с оператором. Я говорю, что это бомж с разбитым носом, а он говорит, что это опять кот с прошлой фотографии. Опять слишком много вопросов, слишком мало ответов. Что у тебя за дичь постоянно в кадре находится? Осталось только, не знаю, чего еще ты можешь, что ты еще можешь в кадр запихать? Это твоя буйная фантазия. Лучше бы ты сконцентрировал свое внимание на качество татуировок. Потому что вот здесь, если мы приблизим, то качество оно отвратительное. Где-то ты за линию заехал, и сами по себе контуры у тебя, мягко говоря, не идеальные, мягко говоря, не безупречные. Поэтому оттачивай уровень своих фотографий. Я понимаю, что очень многие начинающие мастера, очень многие протачники, они вместо того, чтобы работать над качеством, они такие, ага, как бы лучше изъебнулся, как сделать прикольнее, необычную фотографию. Используем такой-то цвет, используем такой-то цвет, а это будет смотреться прикольно. Да, издалека смотришь, и это смотрится интереснее, чем просто про такие. Но знающие люди, они сразу выкупают эту тему, и при одном только приближении, вся наша красота этих розовых лампочек разбивается о весь реальный трэш. Контур не идеальный. Я никак не могу оценивать эту работу. Она не несет в себе художественной ценности, и, б, она выполнена грязно, неаккуратно. То есть над контуром нужно по-любому работать, это очень важно. Поэтому, подытожим. Концентрируйся на контуре, на хорошем контуре. Два. На хороших, интересных проектах, более сложных, более детальных, более интересных, более выигрышных. Три. Располагай композицию по форме тела, в хорошем размере, чтобы татуировка лучше на нее ложилась. И четвертое. Работай над качеством, а не пытайся сделать какую-то невъебенную фотографию. Екатерина Гумарова. Катя, следующие работы твои. Катя у нас из города Члябинск. А на что я хочу обратить внимание? Вот если приблизить эту работу с Давидом, что у него с глазом? Ну, я как понимаю, это одна из первых своих работ. Хотя для самых первых работ это более-менее хорошо. Что ты пишешь мне в сообщении? Пишешь, применяя ваши знания из роликов на канале. Какой-то кладезь полезной информации. И что мы видим? Мы видим, что Катя действительно применяет знания, которые мы даем на ютубе, на практике. И это очень хорошо, это здорово. А потому что что? Потому что мы открываем все эти работы. Можно вот полистать. Ну, они все идеально, не настолько аккуратные. Вот, Катя, тут ноу-коммент. Ты прямо умничка. Я очень рад за тебя. Ты делаешь очень аккуратные работы. Ты видно, что очень стараешься. Очень ответственно относишься к своему делу. Несмотря на то, что это еще на искусственной коже. Поэтому ждем от тебя на следующий разбор работы уже на человеке. Ты делаешь уже очень хорошо. Поэтому можешь не стесняться говорить о том, что ты начинающий мастер. Выкладывай информацию себе в социальных сетях. Выкладывай эти работы. Ищи модели. Пока что за бесплатно, либо за дешево. Но ты уже работаешь настолько аккуратно. Ты уже работаешь ответственно. Ты реально внедряешь то, что мы даем на ютубе. Ты внедряешь в свои работы. Поэтому смело, потихонечку переходи к людям. И ждем от тебя уже результаты на живой коже. Ты умничка, продолжай в том же духе. Евгений из города Брянск. Следующие работы твои. Итак, Евгений, по-моему ты уже скидывал нам работы. И если честно, я не увидел эволюции, не увидел результат. Они как были, плюс-минус такими же и остались. И по-моему ты также хотел, если мне память не изменяет, приехать на обучение. Что меня печалит и расстраивает. Почему я кручинюсь. А все потому, что Евгений так и не прокачал свой скилл. Как был уровень, насколько я помню, так и остался. Приближаем работу, смотрим. Видим неидеальные контуры, неидеальные маячки. И Евгений еще не определился, где у него будет контур, где у него будет маячок, для чего нужен контур и для чего нужен маячок. Ну, поэтому, если вкратце, контур небезупречный, маячки небезупречные. Что такое маячки и с чем их едят. Опять же, есть видео на канале территории татуировки и реальная практика у нас в студии. Мы подробно по этим маячкам расскажем. Дальше. Короче, неидеальный контур. Далее, неидеальные тени. Приближаем вот эту верхнюю тень, вот этот участок. И что мы видим? Плешивую тень. Во-первых, мы опять же магнумом не подлазим к самому контуру. Остается это вот проплешина. Остается вот это вот свечение. Это раз. Два. У нас не получаются мягкие тени. А почему? Потому что нет владения техникой. Разумеется, руку я тебе через YouTube магическую силу теней тебе не передам. Ну, если вкратце, как сделать так, чтобы тени были плавные? Брать гривош полегче и делать плавные, легкие, маячковые движения. Максимально легкие, максимально плавные. Да, это очень скучно. Это очень грустно. Но только так у нас получатся мягкие тени. А как именно это делать? Ну, это только преподаватель, когда возьмет и покажет тебе. То есть, пока тебе сами не покажут перед тобой, пока тебе твои ошибки не справят. Ну, лучше ты делать не будешь. Но если вкратце, тени не идеальны, контур не идеальный. Поэтому, по твоим работам, что я могу сказать? Какое заключение? Как сделать так, чтобы было норм? У нас был такой стажер, как Антон Булатов. Это брутальный мужик с завода. Уже довольно взрослый. Частично немножечко сидеет, но он максимально брутальный. Он не разбирался ни в рисовании, ни в татуировании, ни в социальных сетях. Он из города Полиской. Но тем не менее, после того, как он прошел у нас обучение, прошло примерно плюс-минус полгода, он взял у нас пару индивидуальных занятий. То есть, когда уже более-менее поставил технику, сейчас он занял первое место на фестивале татуировки по юниорам. То есть, это очень хороший показатель того, что человек, что брутальный мужик, который не шарит в рисовании, не шарит в самопиаре, в рекламе, может показывать очень хорошие результаты. Поэтому, в твоем случае, я рекомендую найти преподавателя. Так как у нас прошло время, то этот вот отрезок у тебя как был уровень, так и остался. Поэтому, в твоем случае, кто-то прогрессирует, кто-то стагнирует. В твоем случае, я рекомендую найти преподавателя, чтобы он исправил твои ошибки. Иначе ты будешь раз за разом, раз за разом, как я вижу под своим работом, вставать на одни и те же грабли. Не идеальные тени, не идеальные контуры. Путаешься в маячках, путаешься в контурах, и получается такая вот каша. Из чего-то непонятного. Максим Йокогамма, следующая работа твоим. Итак, твои работы мне очень нравятся. Большой респект и уважение за аккуратность. Ты довольно аккуратно работаешь, что, в принципе, и нужно для этого мастера. Единственная работа, до которой хочется докопаться, это вот эта вот работа. Мы видим фотографию. Посмотрите на другую фотографию. Посмотри на другую свою фотографию. Вот это. И вот это. Есть разница. Так вот, как хорошо делай, как плохо не делай. То есть не надо делать вот так вот фотографии. Тем более, когда у тебя есть возможности делать фотографии хорошо. Первое, это фото. Второе, до чего хочется докопаться. Вот взяли вот эту вот работу с Ирогольфом и Лотос, наверное, это. Везде у тебя работы аккуратные. Здесь мы видим очень некрасивые, довольно небрежные тени. То есть тут не хватает плавности, аккуратности. Немножечко, чуть-чуть тенями ты тут подзавалил. Ну и то, это прямо если до чего-то докапываться. Короче, тени тут неаккуратные. Все остальные твои работы довольно неплохие. Давайте плавно пробежимся. Если бы Лиса у нас была на черном фоне, было бы лучше. Опять проблема с фоном. Но сама по себе работа очень неплохая. Дальше. Мы видим дух Лисы, который там стоит позади спящей. Спящие Лисы. В чем тут минус? Видите? Да, прикольно то, что ты ей передал. То, что это, не знаю, какой-то дух там, план новости и так далее. Но сейчас она считается плохо. А что будет с ней там через год, через другой? То есть это просто будет бледная, непонятная какая-то, какая-то клякса или вена. Поэтому поярче нужно было сделать вот эту вот энергию, вот эту вот голубую энергию Лисы. Приближаем ей лицо. Тоже непонятно, что у нее с мордой происходит. Вот, непонятная, неаккуратная, небольшие проблемы вот с этим были. А вот спящая Лиса сделана относительно довольно аккуратно. Хотя видим проплешины небольшие. Если приблизим никаких проплешин, у нас в цвете быть не должно. Когда мы работаем с цветом, наша задача прямо максимально плотно все втереть. И пустых участков у нас быть практически не должно. Особенно если мы говорим про вот этот участок. А так в целом неплохо. Единственное, что Дух Лисы должен читаться, потому что со временем он может превратиться в лютый синяк. Дальше клейвер. Неплохо. Приближаем верхнюю часть. Видим, что где-то что-то... Да, не верхняя часть, а вот эта нижняя часть. Вот дьявол кроется в деталях. Опять проблемная фотография. Не идеальная фотография. Если приблизим, палка клейвера у нас не идеальная. Так в целом все хорошо. Дальше. Плохая фотография. Тоже приближаем. Видим не идеальные линии. Но в целом норм. В целом норм. Вот это одна из твоих работ, которая мне понравилась больше всего. И нежная, аккуратная работа, графика. Неплохое расположение. Хорошая фотография. Ищу, до чего можно докопаться. И не вижу. Очень неплохая работа. Норм. Дальше. С пантерой и с барсиками. Ну, два барсика. Ну, тоже вроде нормально. Не идеально, но, ну, норм. Я бы размер сделал побольше. И мы видим, что вот человек сделал руку. Она, получается, находится не по центру, а как-то смещена. То есть, почему ты сместил? Изображение куда-то ближе к подмышке, скорее всего. Вот, если у нас рука так идет. Ну, короче, по расположению немножко непонятно. Я бы отцентровал получше вот эту татуировку по руке. А так, в целом, нормально. Випы довольно аккуратные. Подытоживаем все. Твои работы аккуратные. Давай в том же духе. Можешь переходить уже на более смелые, более масштабные проекты. Все работы. Вот такой вот мини лайфхак для тебя. Все работы смело можешь делать размером больше. Алиса из города Кемерово. Следующие работы твои. Привет, Алиса. Итак, ты пишешь, что ты прошла обучение. Как ты считаешь, хорошо тебя научили или нет? Возможно, так ты сэкономила какое-то количество своего времени. Но, как ты видишь по этому разбору, многие начинающие мастера, которые вообще нигде не занимались, показывают, ну, примерно плюс-минус точно такой же результат. Поэтому тут вопрос уже непосредственно к тому тебе обучал, и сколько часов он тебе уделил. То есть, если это 2-3 часа, ну, я бы особо обучением это не считал. Если это 5-6 полноценных занятий, то где результат? Но не суть. Твои работы ты выполняешь на самом-самом начальном уровне. Я не вижу в этих работах каких-то существенных ошибок, каких-то грубых ошибок. Но в целом это какие-то небольшие татуировки, которые, ну, не то, что не вызывают эффект вау. Обрати внимание на пару твоих работ. На заднем фоне стена. Она похожа на студийную стену. Я не знаю, это ты делала самостоятельно дома, или в своем помещении, или в студии у преподавателя. Но большая вероятность того, что эти работы ты делала в студии. Потому что тут видно, что будет более-менее профессиональная стена для фотографий. Так, Барсик, ну, хорошо, ты его стилизовала. Контуры более-менее нормальные. Но для своих учеников я ни в коем случае такие работы не даю, потому что так ты особо ничему не научишься. Ты такие работы можешь делать самостоятельно дома на кухне. Мы какие работы, вот если говорить про нашу школу непосредственно, какие работы мы даем? Чаще всего подобные работы не могут служить такой заминкой. То есть время от времени, как заминка, да. Но, как правило, мы даем большие масштабные проекты, чтобы твои работы выбирали. А как будут выбирать тебя, твои потанцевальные клиенты? Зашли к этому на страницу, у него там львы в коронах, птички разлетающиеся. К другому на страницу зашли, там надписи момент уморы, my life, my rules. На самом деле, это гейский сленг, который пришел к нам из Европы. Но многие пацаны из пацанских пабликов считают, что это круто, это у них спросом пользуются. Зашли к другому на страницу, у него там надписи, только бог может меня судить. А бог говорит, ты долбоеб. А зашли к нашему ученику на страницу, у него большие масштабные детальные работы с глубокой прорисовкой. Ясно, понятно, кого они выберут. А если они увидят вот это вот барсика, он ничем не отличается от, не знаю, 90% мастеров, которые делают свои татуировки. Это такая же работа, как у всех. Почему клиенты должны пойти к тебе? То есть, первая задача школы, задача мастера-преподавателя, сделать тебе хороший старт для татуировки, чтобы было от чего отталкиваться, задача не была выполнена. Вторая задача. Поставить тебе хорошо технику. Как можно поставить технику? На каких-то мини-татуировках кропотливых, когда их прямо много-много-много, поставить можно. Но лучше всего это делать на больших масштабных проектах, которые мы делаем в студии. Почему? То же самое, что и в боевых искусствах. Если вы фигачите контуры с утра до вечера, они потом у вас просто-напросто не могут не получаться. Поэтому занятия у нас довольно длинные. Поэтому на таких работах, если вам в тату-школах дают только вот такие небольшие работы, особо вам чему-то не научиться. Я уже сказал почему. Дальше. Следующая твоя работа. Ну, такой стилизованный леттеринг. Посмотри, как выглядит подобная графика, как выглядит леттеринг, как выглядят нео-трайблы современные. Какая ошибка? Ну, просто посмотрите, как они должны смотреться и увидите, увидите эту разницу и прозретье. И поймите, что вот это, если честно, это портак. Это прямо, прям портак, портак, портак. Почему портак? Потому что он сильно отличается от хороших работ. То есть я тут побуду немножко капитаном очевидностью. Второе, аккуратность. И третье, это масштаб. Опять, я вот этот эскиз, он не подходит вот под такой размер. Что вы все мельчите? Тут видно, что эскиз должен хорошо ложиться по форме тела. Даже вот сам по себе эскиз предполагает более хороший, более правильный размер. И непонятен сам эскиз. Неужели вы выбрали вот реально из всех вариантов эскизов, которые можно убить, вот этот? Кто рисовал этот эскиз? Школьник из пятого Б-класса? Неужели не было каких-то других аналогичных вариантов, более творческих, более интересных, более детальных, более современных, более творческих? Нет, мы выберем вот этот портак и перенесем он на руку. Даже если вы идеально скопировали портак, от этого портаком он быть не перестанет. Ну и третья твоя работа, это я вообще молчу, это какой-то смешарик или еж, который застрял в солнце, или еж, который запутался в своих иголках, и от таких работ горшок из группы Киш, он просто в гробу переворачивается. Что это? Я даже понять не могу. Ну, слушайте, это татуировка на девушке или на парня? Если это парень, то адекватных девушек он будет отпугивать. Если это татуировка на девушке, то адекватных нормальных парней такая татуировка будет отпугивать, потому что это не просто портак, это еще, блин, ну приблизьте вот эту морду. Это не просто портак, это привлекающий внимание эпичный трешовый портак. Ну, это просто мем, мем сегодняшнего дня. Просто можете поставить на паузу и пугать над этим пиздецом. Итак, Алиса, ты, конечно, умничка на самом деле, что тебе видно по твоим сообщениям, что тебе не все равно, что ты отправляешь работать на разбор, что ты смотришь наш канал, а знаешь, ты стремишься к результату. Но, если честно, я бы взял розги и приехал бы в твою тату-школу и заебашил бы всех твоих преподавателей розгами. Это мое мнение, но ты умничка. На самом деле, я серьезно хочу тебя похвалить за то, что ты не врешь. Ты честно говоришь, что ты новичок, ты стараешься к результатам. Да, ты вкладываешься в обучение, смотришь канал, отправляешься на разбор. А это значит, что ты можешь делать больше работы на искусственной коже, но более сложной работы. У тебя слишком простые работы. Чтобы чему-то научиться, практикуйся на более сложных, на более детальных и больших работах. Вот, делай их на искусственной коже и отправляй нам на разбор. И у тебя все получится. Итак, последний участник сегодняшнего разбора – это Дмитрий из города Воронеж. Смотрим на твои работы. Все твои работы, которые ты нам отправил, все две работы очень и очень неплохие. Единственное, что вот эта фотография засвеченная, она не очень, а остальные работы. И вот эта работа. И вот эта работа с чумным доктором. Они мне прямо очень и очень нравятся. И в чем прикол? Обратите внимание. Человек пишет, что занимается всего два месяца. Для двух месяцев это прямо идеально. Поэтому, Дмитрий, ты молодец. Продолжай делать работы в том же духе. Получается ли у тебя очень хорошо. Вот я сейчас смотрю и думаю, до чего докопаться. Ну, ясно, понятно, что новичок. Ясно, понятно, что небольшие погрешности есть. И в випах, и в контурах, и в плановости, и в объеме, и в размере, и в композиции, и в расположении. Но они до такой степени небольшие, что как-то хейтить или, не знаю, грешить на твои работы, ну, просто невозможно. Поэтому, единственная рекомендация, которую я могу тебе дать. Продолжай делать работы в том же духе. Мне нравится, как ты их делаешь аккуратно. Мне нравится, как ты их фотографируешь. Для новичка это очень неплохие фотографии. И единственная прямо рекомендация, вот прямо, которая тебе реально поможет, это что? Делай работу смело на размер на 2 больше, и они будут смотреться круче. Потому что у тебя очень неплохая техника, очень неплохая детализация. Тебе даже уже не хватает места на коже. Поэтому, чтобы лучше и детальнее все прорисовать, смело бери размер больше. Ты, во-первых, сможешь сделать работу более детальную, и твоя работа будет смотреться еще интереснее, будет считаться лучше. Кстати, написал, что тачка Ambition Soldier и BGX. Вот, ребята, если вы будете в своих сообщениях отправлять, чем вы работаете, мне будет понятнее. Вот здесь человек работает действительно довольно неплохой машинкой по соотношению цены и качества и неплохими картриджами. Соответственно, и результат мы видим соответствующий. Первое хорошее оборудование и старания Дмитрия дают нам такой вот результат. Поэтому бывает так, что вы скидываете трэш, а мне непонятно к чему прицепиться, почему у вас получается контуры небезупречные. Вот если бы вы сразу писали, я бью гвоздем, то сразу ясно понятно, почему у вас контур не получается. Здесь же все ништяк. Дмитрий, мы ждем от тебя новых работ на следующий разбор. Присылай нам, делай больше работ на людях. Итак, ребята, спасибо, что скидывали мне свои работы на разбор. Я надеюсь, что не заставил вас сильно плакать. Я старался действительно вам помочь, чтобы вы сделали какие-то выводы и делали работы все лучше и лучше и лучше. Моя задача не захитить вас, а помочь вам. Поэтому следующий тату-разбор мы сделаем на 1111 подписчиков. И в этот раз постараемся пригласить к вам на разбор звездного гостя, чтобы было еще интереснее, потому что его мнение, мне кажется, для вас тоже будет полезным. Палец вверх, комментарий в комментарии. С вами был Павел, канал Территория Татуировки. Всем счастья!